Всем здарова! Это сериус М. Первое предшествие, секреты и пасхалки, пятая серия и уровень Мемфис. Канализация. Ну, потихонечку начинаем, без лишних слов. Сразу же есть секретка вначале. Веселый возглас, если так можно назвать его веселым. Проплываем вниз, то есть мы падаем, проплываем вниз и обнаруживаем здесь, что правильно, секретный коридор потайной. Где мы хватаем здоровья, но внимательно, здесь много рыб, которые бьют вас электричеством. Супер рыбы. Опасные, дерзкие, но ничего не поделаешь. Желательно заранее отстрелять, чтобы потом мозги не делать, просто воздух кончается. Так, и нас интересует далее сразу же рычажок. Зажимаем, открывается дверь. Без этого рычажка мы дальше не пройдем, но это еще не все. Смотрим теперь направо и видим секретную броню. Хватаем. Хватаем. Подобран секретный щит. Именно это секреты. Уже два секрета. Так, далее. Поднимаемся вверх и сейчас я все покажу чуть попозже. Ну что ж, расправились с врагами и теперь самое интересное. Поднимаемся наверх и видим, что мы видим правильно. Мы видим броню, снова зеленую броню. Ну как туда добраться? Это тоже просто, но не получается с первого раза. Чаще всего с третьего, с четвертого, с пятого. Ну как повезет. Вообще, по идее, желательно смотреть вниз под себя и вовремя нажать прыжок. Именно с краешку и попасть на уступ, на арку. Так, это делается все таким образом. Попробуем с первого раза. Вдруг повезет. Авось и повезет. Опа, да, повезло. Главное смотреть вниз. Говорят обычно не смотри вниз, а мы смотрим вниз. Так, здесь у нас ничего нет секретного. Далее. Бежим вперед и забираем свой приз, свою награду. Опа, на один секретный щит, пожалуйста. Вот вам и секретик. Ну что, продвигаемся далее. Нас ждет небольшая перестрелка, а потом уже я снова покажу, где сидит фазан. С врагами расправились и далее наша цель это левая сторона. Бежим налево. И если вы здесь ничего не видите, можно подсветить, например, чем-нибудь. Той же самой ракетнице, к примеру. И вы увидите, что там есть какой-то провал, пожалуйста. Все это очень легко видно. Ну, ныряем. Смело. Потайной проход, пожалуйста. Еще одна пасхалочка. Еще один боезапас ждет нас где-то там внизу. Но желательно стрелять опять-таки вниз, потому что там могут быть эти странные рыбы. Но можно и не стрелять, это я так дураковалянием занимаюсь. То есть так, плывем, плывем, и вдруг мы оказываемся где? Вообще непонятно где. Ну, сервис Сэм всегда славился своими гравитационными фокусами. Поэтому ничто не ново под луной. То есть мы переместились с этой водной поверхности на эту, через пространство. Ну, теперь наша цель задеть плиту. И она должна нас потащить вверх. Так, поднимаемся. И спокойненько плывем обратно. Выплываем и... Встретимся уже в следующей сцене. Расправляемся с врагами. Традиционно уже, да? Традиционные фразы. Расправляемся с врагами, а потом уже делаем все остальное. Нас интересует... Вот это место. Вот именно это место. Так, изничтожаем. Изничтожаем. И теперь здесь должен появиться рептилоид. Да. Где-то здесь он должен появиться. Вот здесь он появляется. Мы прыгаем сюда наверх. Попадаем в это место. И начинаем потихонечку отстреливаться. После того, как мы отстреляем всех, вы сами увидите, в чем смысл данного действия. Появляется секретная красная броня. Но нас здесь закрыли. Для этого нужно нажать на... Рычажок. Нажимаем на рычажок, на кнопочку. Так, что еще здесь есть из секретных мест? По-моему, это все. Раз, два, три, четыре, пять. Пять секретов. Если я не ошибаюсь, то это конец подземных коммуникаций. Потому что секретов больше нет. Именно на этом уровне. Далее нам будут предоставлены еще игровые уровни. Но там тоже секретов не особо много. Но я что-нибудь да покажу обязательно. Сейчас узнаем, все ли правильно я понял. И все ли секреты я тоже нашел. Наконец-таки путь на поверхность. Ну, конечно, Сэм. Конечно, на поверхность. Е-е-е-ей. Так, секреты. Пять из пяти. Все отлично. Уже теперь встретимся в другом уровне. До встречи. Метрополис, не так ли? Но здесь нам ничего не светит в виде секретов, в виде пасхалок, в виде каких-то боезапазов. Здесь нет ничего. Нас интересует только пригород с четырьмя жуками, с корабеями. Там и встретимся. Пригород с жуками. Как собирать жуков я вам показывать не буду. Потому что это все знают. Почему? Правильно. Потому что... Проходим далее. Проходим далее. И вот здесь-таки, как раз-таки, мы и найдем... И найдем свои супер-мегатрупперы в секретике. Развалил врагов, чтобы не мешали. И теперь насладимся секретом. Достаточно интересно и очень необычно это сделано. Вы здесь что-нибудь видите? Что-нибудь хотя бы... Хоть... Чтобы как-то бы говорило о том, что там есть секрет. Что-нибудь, хотя бы намек какой-то, кроме зеленой брони. Что-нибудь там есть еще? Вот как? Как? Как просто взять и догадаться, что там что-то есть? А вот никак. Волей случая или просто какой-нибудь... Каким-нибудь необдуманным действием, скорее всего. Разбиваем и что находим? Секретный склад с боеприпасами, с пушкой. Мечта. Мечта фантастика. Открытые пространства, свежий воздух и ор никого не оставят равнодушными при прохождении этой игры. Наши любимые бычки готовят к нам, чтобы они не были. Нам всегда сюрприз. Вот видите такую штучку? Вы видите это в последний раз, как говорится. Прыгаем вниз и переносимся, по-моему, в центр этой арены. А, нет, это просто джамп. Да, но джамп, перенос. В общем-то, сделано это очень круто, на самом деле. Можно попробовать на другую сторону вылететь тоже, посмотреть. Но это, опять-таки, не секрет. Это просто какие-то вещи, которые, опять-таки, предусмотрели разработчики. Почему-то, потому что они даже предусмотрели джампад. Вот видите, как это классно делается. Все предусмотрели, все предусмотрели. Ну что за люди? Даже спокойно за территорию нельзя выйти, да, уже? Ну, надо долго изгаляться. И вот, как раз-таки, мы сюда опять перескочили. Если побежать далее, как я уже говорил, то у вас жизни просто будут уменьшаться. Вот и все. Так, ну что? Арену прошли. Пробегаем дальше и посмотрим, сколько секретов мы нашли. Все ли мы нашли или нет. Или я где-то был неправ. Вместо того, чтобы дурака валять, надо было искать секреты. Ну, сейчас проверим. Сейчас узнаем. Положил в задний карман ракетную установку. И отправился за амулетом. Это Сэм. Это крутой Сэм. И очень серьезный Сэм. Не все так просто. Секреты. Один из одного. Тайники. Пять из пяти. Все, все нашли. Встретимся уже на аллее сфинксов. Ну, тут, как говорится, далеко не ходи. И, как говорится, к гадалке тоже не ходи. Если у вас достаточно мощный ПК и все стоит на максимум, то вы сами без проблем можете увидеть то, что находится там, где стоит одинокая пальма, но ништяки показываются раньше, чем пальма. И наша цель подбежать к этой пальме и забрать боезапас. Насколько я знаю, это единственный секрет, опять-таки, на этом уровне. Смысла нет тут ничего разрушать. Все пальмы это вам ничего не даст. Просто бежим на угол конца этой стены и собираем свои припасы. Все. Больше ничего нет. Благо, хоть в других уровнях много секреток. Ну, а здесь пока вроде бы все. Найдем спрятанные боеприпасы. Все. А теперь нужно будет подвести статистику и уже попрощаться. Вот так вот все это делается элегантно и просто, чтобы мозги не делать. Мы просто-напросто перелетаем на другой уровень, чтобы не расправляться со всеми мракобесами и проходим дальше для достижения статистики. Вот вся суть, вся цель данного мероприятия. Мне придется сейчас проходить все это целиком, чтобы показать вам статистику, чтобы все было очень-очень честно. Очень-очень честно. Ну и тут не сдается врагу наш гордый варяг. Так, снова бычок, мой дружок, помог мне сделать то, что я хотел. Просто-напросто перелететь с арены на арену. Смысла в этом бесновании нет. Поэтому нам нужно всего лишь навсего забрать пушку. Дверь закрылась, и мы в тупике. Нет? Или да? Вот интересный момент, да? Не так ли? Придется, наверное, проходить заново. Сам себя закрыл. Фейл! Лягушка! Любимый же босс. Любимейший просто. Очень классно выполнен. Очень классно. Даже по крути, чем, наверное, финальный босс. Очень необычно. Но до статистики остается совсем чуть-чуть. И там мы уже точно посмотрим и попрощаемся. Так, момент истины ждем. Смотрим статистику. Так, секреты. Ноль из одного. Смотрим статистику.